Коней напою означает духовное знание, молитва. Напоите коней, сделайте их спокойными. Сделайте так, чтобы кони ваши жили в гармонии с вашим сердцем. Жар в сердце начинается, влюбилась сильно. Негодование по поводу того, что происходит в стране, в семье, на работе. Все это означает разруха. Это неблагоприятно. Человек должен, чтобы победить, сначала принять. Нужно сначала принять, потом побеждать. Человек не может побеждать, не приняв. Это невозможно. А победа означает влияние. На что ты можешь влиять? Если ты не можешь влиять на ситуацию напрямую, значит только молитва. Допустим, ты можешь на своего мужа влиять напрямую? В какой-то степени. В какой-то степени. Но можешь ли ты напрямую на правительство влиять? Или на всю землю? Конечно, нет. Поэтому ты можешь просто молиться. А влиять напрямую означает сначала все равно принять, понимаете? Все равно сначала принять и любить. Тогда твое влияние будет оценено. Когда ты можешь помочь. Потому что любовь укрепляет разум у всех. Если все, допустим, люди в стране начинают молиться за старших, у старших будет очень сильный разум. Так было в России, когда была война. Люди все молились за то, чтобы правители смогли справиться с нагрузкой. И они справились. Потому что вся страна молилась. Все вместе были едиными. Разве правитель не совершал ошибки? Тогда совершал. Ошибки все совершают люди. Просто когда правитель совершает ошибки, больше от этого страдают. И когда он хорошие дела делает, больше счастья. Если так устроен этот мир, то сверху тут и больше делает всего. Но если люди все молятся за старших, тогда эта система становится очень сильной. Она тогда побеждает судьбу. А если все орут, кричат, визжат, тогда все разрушается. Вы знаете, что паникеров войну расстреливали вообще? Почему? Потому что они разрушали атмосферу. Представьте, и так страшно. И кто-то начал орать. И все дальше в панике. Разум разрушается у людей. Они могут в атаку идти, если кто-то орет. Мы проиграли все. Он мешает. Мешает побеждать. Что с ним делали? Расстреливать. Почему? Не было выбора. Рот не заткнешь. Орет. Иногда приводили в чувство, если могли, паникеров. Паникеров означает слабый разум. Если человек бунтует, кричит, топает ногами, у него слабый разум. Он может при этом объединять вокруг себя таких же людей со слабым разумом. Человек должен терпеть свою жизнь, принимать свою жизнь, любить свою жизнь. Но если вы не верите мне, тогда езжайте за своим счастьем. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга песенку поет. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жив кокосы, ешь бананы. Жив кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. Хотите, съездите. Поживите чунга-чангой. Посмотрите, там будут такие же страдания, как и здесь. Только другие. Другие. Пусть в Европу люди приезжают, все чисто, прибрано. Люди такие деликатно очень разговаривают. Такие спокойные, добрые. О, классно, в рай попал. Человек думает, в рай попал. Все еще впереди. Поживи полгодика, посмотри, что это за рай. Мышление очень костное у людей. Они, как о тебе думают, будут очень долго так о тебе думать. Поменять мнение очень сложно о себе. Отношения между людьми холодные, хоть и деликатные, но холодные. Дистанция большая. Трудно достучаться к кому-нибудь. Трудно потружиться. Кто из вас жил в Европе? Согласны? Согласны. И вот эта вот вся чистота, порядок, от нее постепенно начинает тошнить, потому что никуда не сходишь. В лес нельзя ходить, потому что нельзя. Тут это нельзя, то нельзя, по газонам нельзя, а это, Господи, как же жить русскому человеку? А у нас здесь все можно. Говорят, что у нас несвободная страна. Да у нас супер свободная страна. А когда в Лос-Анджелии было, даже машину некуда поставить. И чтобы помереть, надо 10 тысяч долларов иметь. Иншуранс. А тут спокойно помираешь, без проблем. Всяких 10 тысяч долларов. Понимаете, люди все скованы, трудом там. Там нельзя с работы уволиться, потому что ты остаешься все, весь. Там потому что все живут на этой ипотеке. Все люди в кредит живут. Работы нет, все, ты труп. У тебя нет жизни. Просто труп. И поэтому все трясутся из-за этой работы. А здесь уволился, нет проблем. Никакой иншуранс. Просто отлично. Свободный человек в России. Поехал в лес, там на природу ушел. Все мое, и мы отсюда родом. Пошел туда гулять, сюда. Там не погуляешь просто. Я веточками деревьев лечу иногда. Я там в Америке, там человек заболел, я веточку ему оторвал. И мне говорят, ты осторожнее, 80 рублей, долларов, штраф. Веточку оторвал. Страшное дело. Все, конечно, и как у нас там гуси плавают под пруду, там лебеди, косули ходят даже по городу, по этому Лос-Анджелесу. Ну там город такие, там в основном низкие домишки, там маленькие. Люди в целом живут так хорошо, состоятельно. Но жизнь очень скована. Жить очень тяжело в этом плане. Отношения далекие. Чтобы создать семью, надо пять лет общаться друг с другом. Люди не верят друг в друга, не ждут, общаются, смотрят, наблюдают друг за другом. Страшное дело вообще, очень тяжело. Но это их судьба, и им так нравится. Они сюда приезжают, видят там грубость, там бардак, грязь, он, господи, нет, я назад. Там порядок, как бы все деликатно, но вот так вот, свои. И вот, и все это одно и то же, понимаете. Там, вот когда здесь так привык, туда приезжают, там, бог ты мой, как человеку тяжело становится психически. Понимаете? А здесь приехал, как мне одна рассказывала, говорит, я из Америки приезжаю, говорит, домой. Мой паспортный контроль, первый русский человек. И такая, ваши документы, я, господи, родные мои. Наконец-то я дома. Никогда не меняйте то, что вам Бог дал на что-то другое. Все будет внешне кажется хорошо, а внутри копнуть там еще хуже. Не надо, вот здесь хорошо, здесь родина, здесь как бы все нормально. Понимаете? Не меняйте. Иначе пожалеете. И там, в Чунгачанг, тоже думайте, там лучше, там свои приколы есть. Один мой знакомый поехал туда, в Чунгачанг, он там, строительная фирма у него. Они, оказывается, вот, надо перед ними там на задних лапках прыгать, чтобы они работали. Потому что там солнца много, они ленивые очень. И там кирпич положил Чунгачанг дальше, полчаса. Он второй положил опять Чунгачанг, там чай пьют, сидят. И он с ума там пришел с ними, работникам местных, набрал там капец у него в голове. Вот тебе Чунгачанг, тоже страдания от этого, другие страдания уже. Люди добрые, они не ругаются вообще, просто не работают и все. А что работать, все растет на улице, пошел кокос съел и все. И по дереву он спишь. Квартира не нужна. Лето, круглый год. И так далее. Ну, то есть, вот так вот. Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место в Черном море, Анапа. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун. Концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это.